Документальный фильм «Приказано жить» – это не просто очередная лента о мужестве, героизме и стойкости советских солдат и партизан. Это международный проект доктора исторических наук, заведующий кафедрой Пензенского государственного университета архитектуры и строительства Ирины Масловой и директора Ивацевического историко-краеведческого музея Раисы Горбач. В составе делегации Пензенской области Ирина посетила Брещину, где на территории мемориального комплекса партизанской славы Хованщина ежегодно проводят историческую реконструкцию «Один день из жизни партизанского отряда». Во время визита директор музея поделилась с ней собранным материалом «Боевом пути партизанского отряда номер 112». И с этого момента начался процесс создания фильма. Нам эта идея очень понравилась, и мы приступили к съемкам, стараясь совместить показ нашего фильма с 80-летием последнего подвига лейтенанта Черткова. Съемки осуществляются на протяжении полугода, и создание фильма тоже. По сути, это было научное исследование, которое мы переводили на киноязык. То есть мы поставили себе задачу восстановить все происходящие события по архивным документам, воспоминаниям партизан, письмам самого героя. Нам это удалось. Мы нашли аутентичную военную хронику, которая была отснята здесь, в Белоруссии, но не в 112-м отряде, но в ближайших партизанских соединениях. Кроме того, мы нашли потомков Алексея Петровича Черткова, и они поделились с нами своими еще семейными документами, которые тоже помогли нам ответить на разные вопросы. В основу фильма «Приказы нажить» легла история, произошедшая 80 лет назад на территории Ватзевического района. Партизанский отряд под командованием лейтенанта Алексея Черткова спасает расправы жителей деревень Вавуличи, Доброты и Кремна. 11 октября 1943 года вступили в бой с фашистскими оккупантами. Ценой жизни десяти партизан враг был разбит. Погиб в этом бою и 23-летний командир отряда. Именно подвигу уроженца Курской земли Алексея Черткова, сражавшегося на земле Брещиной, посвящена кинолента. Идея возникла давно, когда я пришла работать в далеком 2006 году в Ивацевский историко-крееведческий музей. И впервые познакомилась с таким уникальным местом, единственным в Республике Беларусь, мемориальным комплексом партизанской славы Хованщина, который отражает партизанское подпольное движение не только Брещина, но и всей нашей республики, республики-партизанки. И узнала об уникальном герое, одном из организаторов партизанского движения на Брещине, об Алексее Петровиче Черткове, командире отряда номер 112 имени Молотова. И вот тогда, по воспоминаниям партизан, которые еще были живы, и мне довелось с ними увидеться и пообщаться, они рассказывали, каким он был замечательным командиром, целеустремленным, мужественным, настоящим героем своего времени, который защищал нас, белорусов, нашу белорусскую землю от немецко-фашистских захватчиков. Пал смертью храбрых, ценой своей собственной жизни защитил народ, деревень, дроботы, кремна во улице, и этим вошел в историю, в такую славную историю героев-победителей. Съемки проходили в Пенде в парке «Патриоты» Брестской области в мемориальном комплексе партизанской славы Хованщина. Все роли в фильме сыграли непрофессиональные актеры, курсанты, учащиеся театральных студий, участники военно-исторических клубов, в частности, курсанты Пензенского артиллерийского инженерного института. Я читал письма главного героя, когда он их отправлял своих родным, и воспоминания партизан о нем. Для меня это очень важно, потому что я считаю, что память о Великой Отечественной войне должна оставаться всегда. В нынешнее время нужно чтить и помнить подвиги наших предков, которые нас учат своими героическими поступками, чтобы в нужный момент мы всегда смогли встать на защиту так же, как вставали они. Премьерный показ в Пензе прошел в конце прошлого года, а вот в нашей стране показы запланированы в 2024-м в трех городах – Минске, Бресте и Вацевичах. Василина Буцкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.